Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите выпуски. ЕАО получит дополнительные 150 миллионов рублей на модернизацию базы областной больницы и скорой помощи. Решение принято по итогам заседания Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В документе указано, что средства из федерального бюджета по линии единой субсидии направят на модернизацию материально-технической базы областной больницы и развитие скорой медицинской помощи. К этому вопросу надо будет вернуться, потому что думаю, что мы только теми мерами, которые сейчас будем обсуждать, все вопросы здравоохранения не решим. Была у нас встреча с министром здравоохранения, с вами, мы эти темы обсуждали. Алексей Олегович выезжал, специально смотрел все подробнее, поэтому давайте мы в медицине в еврейской области будем еще возвращаться. Также комиссия приняла решение о выделении дополнительных средств в Магаданской области и Приморью и одобрении дополнительных заявок от Республики Бурятия и Сахалинской области. Андрей Кирюшин, Ольга Киселева, Новости 21. Какие прогнозы на 2022 год о возможных нештатных ситуациях говорили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сотрудники профильных ведомств с региональной властью. На сегодняшний день в ЕАО существует угроза возникновения лесных пожаров, чтобы не допустить их. Отмечают специалисты, следует усилить профилактические мероприятия. Прошлые годы показали, что большая часть возгораний происходит по вине человека, в том числе его халатного обращения с огнем. Основными нарушениями требований пожарной безопасности, которые выявлены в ходе надзорно-профилактических мероприятий, в том числе проводимых с органами прокуратуры, явились. Во-первых, не обеспечена очистка территории населенных пунктов от сухой травянистой растительности. Данное нарушение, к сожалению, выявлено во всех поселениях области. Во-вторых, не проводится своевременная уборка мусора, в результате чего в населенных пунктах образуются свалки отходов. Что касается паводков, то сегодня в связи с обильными осадками риск их возникновения также не исключается. По опыту прошлых лет наиболее подверженным паводком являются населенные пункты Ленинского и Смедовичского муниципальных районов. За период с 2013 года в целях защиты населения от паводков выполнены следующие основные мероприятия. Завершено строительство трех защитных дам, расчищено шесть участков русел рек, проведены дноглубительные работы и сопрямление русла реки в селе Благословенное. В 2022 году областной резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций пополнился на сумму более 5 миллионов рублей. На данные средства приобретены дизельные водопомпы и прочие средства, необходимые при ЧАЭС. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. Очередное превышение нормы осадков вновь стало неожиданностью для сверх ЖКХ. Автомобилисты с трудом справляются с непогодой, автобусы ходят с отставанием от графика. Причиной уже привычных для биробиджанцев и жителей Дальнего Востока природных явлений на этот раз стал высокий циклонический вихрь. С центром над северо-восточными провинциями Китая и фронтальные разделы южного циклона, который смещается над Японским морем. Как результат, наибольшее количество осадков выпало на территории биробиджанского района. Но уже сегодня ночью с удалением циклона на восток и заполнение высотного циклона синоптическая ситуация поменялась, погода установилась. В ближайшие три дня существенных осадков не ожидается. Как утверждают синоптики, температурный фон останется в пределах климатической нормы. Ночью в ЕАО от минус 20 до минус 30 градусов мороза. Днем столбик термометра опустится в некоторых районах до минус 15. Дарья Куприна, Кирилл Богаченко. Новости 21. О том, чем индустрия красоты может порадовать блондинок, говорили сегодня на Авторадио. Владелец магазинов «Ангел-арт» Лариса Очертян, сама будучи брюнеткой, все-таки преисполнена заботой о светловолосых девушках. Причем настолько, что на днях организовала в Биробиджане мастер-класс. На котором со специалистами по колористике поделился своим опытом топ-стилист международного класса, блонд-эксперт, шеф-технолог бренда «Констант Дилайт» Максим Бирюков. Это был двухдневный мастер-класс. Первый день это был демо-показ, то есть он показывал три модели блондинок. Мастера обучались, смотрели, фиксировали себе какие-то моменты. На второй день уже, собственно, имели возможность отработать те техники, которые он преподавал ранее. Работу со средствами профессиональной линии «Констант Дилайт» освоили более 40 специалистов, которые получили в ходе обучения не только ценные знания и сертификаты, но еще и позитивные эмоции. Обратная связь была очень хорошая, то есть у нас мастера все довольны, все прошло замечательно, модели шикарные. В общем, все на высшем уровне, в принципе, он уже достаточно с большим опытом и ездит по всей России, по городам, да, и тут вообще вопросов нет. Лариса рассказала чуть подробнее о линии «Констант Дилайт», которая представлена в сети магазинов «АнгелАрт». У нас постоянно обновляется линейка «Констант Дилайт». Тут для блондинок широкий спектр уходовых средств. То есть это и шампуни тонирующие, это и бальзамы, маски ухаживающие, спреи. В общем, об этом говорить я могу бесконечно. Я думаю, мы посвятим этому событию отдельный эфир. Ну а слушателей данного эфира Лариса Очертян обрадовала сообщением о скидках в 23%, которые будут действовать с 20 по 23 февраля в магазинах «АнгелАрт», на «Пионерской 39» и на «Комсомольской 2». При этом Лариса пообещала лично, что каждый мужчина, посетивший «АнгелАрт» в День защитника Отечества, обязательно получит подарок. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21. Еще больше любимых товаров, новинки и постоянные скидки. Выставка продажи индийских товаров вновь посетила Биробиджан и по традиции расположилась в стенах областной филармонии. Посетителей здесь из года в год не становится меньше. Ценители одной из древнейших культур приходят не только для того, чтобы вдохнуть историю, но и пополнить запасы любимой продукции. Настоящий цейлонский чай занимает внушительное пространство. Здесь классические варианты – напитки с травами и фруктовыми наполнителями, сладкими и терпкими нотами. Всегда в наличии пряностей, те самые, что придают неповторимый утонченный вкус привычным блюдам. Прекрасных дам на выставке всегда ждут полюбившиеся им масляные духи. Неповторимые ароматы и широкие выборы – всегда яркие ощущения. Пряная и обволакивающая индийская парфюмерия идеально подходит изысканным натурам. Особое внимание следует уделить украшениям. На выставке их невероятное количество. Роскошное колье, изящные бусы и браслеты, наполненные символизмом и приносящие удачу. Комплекты прелестной бижутерии, серьги и кольца, подходящие к любому случаю. Выбор головокружительный стоит только взглянуть. Мы приглашаем биробиджанцев на нашу выставку индийских товаров. Здесь представлен большой выбор чая, косметики, одежды и кремов для тех, кто следит за своей красотой. Приходите, мы будем вам рады. Множество ярких женственных нарядов, великолепные сари для настоящих ценителей индийской культуры, аромамасла и благовония, обновленная сувенирная продукция, от которой невозможно оторвать взгляд. Наборы для мэхэнди – то, что отлично может заменить модные ныне татуировки. В этом году на выставке индийских товаров новинки среди постельного белья и покрывал. Каждый посетитель найдет здесь товар по вкусу. Выставка продажи индийских товаров ждет жителей и гостей Биробиджана в фойе областной филармонии до 27 февраля. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только 18 февраля в городе Облучье специалист из Хабаровска с бесплатной проверкой слуха. Запишитесь заранее 8 800 45 078. Хозяин, холод собачий. Заплати ты уже за тепло. И за свет. Плати за свет и тепло вовремя. Будь человеком. Амурская областная детская клиническая больница. Инновации и высокие технологии. Опыт и профессионализм для лечения глазных болезней. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм, головокома, катаракта. Мы возвращаем взгляд победителя. АОДКБ. Качество медицинских услуг. Качество жизни. Второй Наполеон в Биробиджане. Теперь и на Пионерской 92. Современные, надежные и безопасные напольные покрытия. Еще больше коллекций, напинок и выгодных цен. Магазины Наполеон. Пионерская 92 и Невская 16А. Покупайте там, где знают все о полах. Центр Восточной медицины «Гармония» поздравляет биробиджанцев с весенними праздниками. По этому случаю всегда в наличии подарочные сертификаты. Дарите близким жизнь, свободную от боли. Гармония Дзержинского 20Б. База строительных материалов на Школьной 11. Все виды утеплителей. Пенопласт, экструдированный пенополистирол, базальтовый утеплитель. Реальное тепло. Биробиджанский трикотаж от фабрики «Виктория» продолжает радовать своих покупателей уютной, комфортной и стильной одеждой для всей семьи. С 4 февраля мы запускаем распродажу. Скидки до 70%. Ждем вас в наших фирменных магазинах «Виктория». Федеральному государственному казенному учреждению «Горки» требуется главный механик, бухгалтер, техник, РСП, электромонтер по обслуживанию электроустановок, водитель автомобиля категории «Д», сливщик-разливщик, машинист насосных установок. Обращаться в рабочие дни с 8 утра до 12.00 и с 13.00 до 17.00. По телефону 39501 и 8-924-642-5488. Хочешь стать биробиджанской звездой? Оставь заявку и прими участие в проекте, поддержанном президентским фондом культурных инициатив. Участвовать в биробиджанской звезде может любой житель ЕАО. Старше 10 лет. Ты поешь или играешь на музыкальном инструменте? А может, танцуешь или готов представить цирковой номер? Заяви о себе! Регистрируйся на сайте РИА Биробиджан. Биробиджанская автомобильная школа ДСАФ России осуществляет обучение по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации. Специалист ответственный за БДД, диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта, контролер технического состояния АТС. Обучение мастеров производственного обучения вождению с возможностью дальнейшего трудоустройства. Осуществляем набор в группу категории Б, С, Ц, Е. Телефон для справок 458-00 и 2-2901. Город Биробиджан, улица Комсомольская, 15. Фирма Спринт предлагает системные блоки от 9 тысяч рублей. При покупке компьютера в комплекте скидка на монитор плюс спринтер в подарок. У нас вы можете купить оргтехнику, расходные материалы и комплектующие в рассрочку или в кредит. Осуществляем ремонт и модернизацию компьютеров и ноутбуков, ремонт планшетов и телефонов, заправку и восстановление картриджей. Наш адрес – улица Шаломаехима, 37, Спринт, новый компьютер. В связи с закрытием в торговом центре Мегаполис, первый этаж, бутик номер 3, салон мужской одежды «Эстет» проводит распродажу товара со скидкой от 30 до 50% на весь ассортимент. Имеются большие размеры с 58 по 70. Количество товара ограничено. Наш инстаграм – эстетбир.